Порядок должен быть везде. Глава округа Геннадий Панин буквально пешком обошел три микрорайона города Орехово-Зуева. Парковский, Кировский и Мадонский. Раздел территории чаще всего становится камнем преткновения. Спорные моменты возникают между управляющими компаниями, комбинатом благоустройства и ТСЖ. Как результат, вот такие островки зарослей. Другой бич дворов – это ямы. Каждая должна быть оцифрована и внесена в реестр ямочного ремонта. На деле же получается, что некоторые могут оказаться за бортом из-за той же несогласованности структур. Самые сложные вопросы возникают в больших дворах. Вот, например, как этот в Парковском микрорайоне. С жителями уже изначально обсуждали схему благоустройства. То есть с жителями согласовали, всех это устраивало на момент. Здесь было проведено комплексное благоустройство, заасфальтированы дорожки, сделаны парковки, контейнерная площадка. По губернаторской программе оборудован детский городок площадью 500 квадратов. Но сейчас понятно, что тротуарных дорожек не хватает. Жители протаптывают народные тропы. Благоустройство, оно вообще не может быть совершенным. Всегда что-то меняется, что-то появляется запрос. У меня есть практика по воскресеньям объезжать территории. И в воскресенье я проехал несколько микрорайонов, включая Парковский микрорайон, и увидел вот эти болевые точки. Сегодня собрал управляющие компании, руководители терроотделов, которые, собственно, должны за этим следить в постоянном режиме. Проехали, задали друг друга вопросы, сейчас будем их отрабатывать. А если не отработают? Ну, механизмы разные. Чиновники, которые работают в администрации, лишаются премии. Потом, значит, наверное, будет им предложена другая работа, или им придется самим найти другую работу. Управляющие компании тоже прекрасно знают о том, что они будут заменены, если они не смогут справиться. Плюс ко всему, к работе подключаются и представители административно-технического надзора, которые могут выписать штраф. На этой неделе глава округа также проверит благоустройство в городах Ликино-Дулёво, Куровское и Дрезна. Продолжение следует...